И доброе утро, дорогие радиослушатели 107.1 и примкнувшие прямо сейчас зрители канала Саха-24 в эфире рубрика «Якутка сегодня», которая опять сегодня не соответствует своему названию. Ну, сами посудите, интернет – это явление уже глобальное, оно есть повсеместно. Как говорит один мой хороший друг, писатель Егор Карпов, до того дремучая массы попали под жернова научно-технической революции, что волосы на голове дыбом стоят. Так оно и есть, на самом деле, еще раз говорю, в век коммуникаторов, смартфонов, сотовой связи повсеместной и так далее, новых информационных технологий, складываются новые тренды. И очень рад, что в новом качестве уже давний мой коллега, единомышленник Чакур Гаврилиев, политолог к тому же, что немаловажно, согласился принять участие в установочном эфире, большого эфира, который называется анонимность в интернете, псевдоанонимность в интернете. Цикл передач такой мы готовим. И молодой, деятельный, очень известный в творческих, не только кругах, среди молодежи, Власий Вердылин, которую мы знаем под псевдонимом Хамарар Белас, что можно перевести двояко. То есть, власть говорящая или Власий, который говорит? Власть говорящая или Власий, который говорит? Ну, какой из этих хипостасей Власию по душе, я не знаю, он сам расскажет. Ну, и хотелось бы отметить, поскольку, еще раз говорю, почему я отметил, что Чакур Николаевич Гаврилиев, политолог. Мы вступаем в трехгодичный цикл, выборный цикл. Нынче мы избираем главу городского округа, город Якутск. В следующем году мы будем участвовать в выборах президента Российской Федерации. И в тот же день будем выбирать депутатов Государственного собрания Илтунэ. И через год уже главные региональные выборы состоятся. Очень хочется на это надеяться. И если не отменят, опять же, как сейчас много есть разговоров об отмене прямых муниципальных выборов, ничего нельзя исключать. Но, тем не менее, мы настраиваемся на трехгодичный выборный цикл. И в связи с этим, конечно, хотелось бы отметить наличие очень большого количества, что называется, черного пиара и тех вбросов, которые обязательно, мы уже получаем тонну негатива. И как вот с этим бороться? И будет ли играть вот эти анонимные источники какую-то ключевую роль? Вот об этом, как у политолога Чакура Гаврилева хотелось бы спросить. Да, правильно. Вот действительно, если раньше черный пиар так таковой перемещался, скажем, из газеты в газету, скажем, одна газета напечатала на кандидата черный пиар, через неделю вторая газета ответила или написала, ну, может, позитивный материал или черный материал против другого кандидата, да. Сейчас это совсем неконтролируемо, да. И, ну, в развитых, скажем, странах, даже, скажем, в Москве, ну, помните, вот идет противостояние Навального и бизнесмена-олигарха, да. Усманова. Усманова. Они уже не используют как таковой газеты, они напрямую выходят в интернете и с открылым забралом рассказывают про то, какой он хороший или про то, как он плохой, да. А в соцсетях сейчас негатив как развивается. Сначала, скажем, какой-то блогер или неизвестный аноним, например, напишет про какого-то политика, про то, что он, например, сходил за хлебом и, например, был пьяный, да. На завтра эта новость станет известна многим тысячам пользователям WhatsApp, интернета, а потом уже газета или там какое-то телевидение уже будет рассказывать о нем. То есть тут уже недельная цикличность, там газета, например, если выходит каждую неделю, уже не играет роль сейчас оперативно. То есть к кандидатам я бы посоветовал быть готовым всегда 24 часа и 7 дней в неделю, потому что любой компромат, он может не ждать, когда передача выйдет в эфир или газета будет напечатана. Оно сразу во мгновение ока может стать достоянием всей республики, всей страны и всего мира. — Чокур Николаевич, ну, согласен во многом, потому что, ну, 1 апреля акция была, да, у нас мы раздавали, грубо говоря, бесплатные какие-то большие вещи. И в очередях, когда возникали какие-то непредвиденные ситуации, бабушки, основной контингент это бабушки, да, они доставали вполне-таки навороченные смартфоны, типа iPhone 7 и так далее. И говорят, я тебя за твое редисточие поведение выложу в Инстаграм, там, ватсап и так далее. Вот бузы. Бабушки пугают уже вот такими вещами. Я не знаю, это явление времени или что, еще раз, или это иллюстрация того, что вот я говорил, Егор Капов, до того. Я не говорю, что бабушки дремучие, они... — Научились, адаптировались. — Не, в основном же это прерогатива молодежи. Ну, человек, ты молодой, тебе нет еще 30, ну, у тебя уже есть авторитет, уже есть имя, наработанное, хорошее. Вот как ты к этому относишься, что приходится работать в поле, скажем, которое абсолютно не контролирует? — Ну, теоретически, да. Но вообще, если с покон времен есть одно единственное кредо, которое передается от поколения к поколению, это по отношению к человеку к человеку, это, конечно, быть честным. Честность, она всегда, всегда превосходит весь этот хайп, весь этот негатив. И надо уметь создавать контент честности. Ну, не обязательно в текстовом формате. — Для любого. — Надо делать доступным, понятным. Понятным любому человеку. — Быть честным в интернет-сфере. Вот это то единственное кредо, которым я всегда пользуюсь при непосредственном общении с людьми. Ну, это личная моя позиция. Но большая часть молодых людей, и моложе меня, и старше меня, они как бы в разных социальных сетях регистрируются под разными именами. И якобы пользуюсь гарантией. Ну, они думают, что у них есть полная гарантия, то, что меня, не знаю, не узнают или типа такого. И там начинают хайпить по всякому поводу. Но это зависит, скорее всего, от воспитания человека, от характера человека. И весь этот хайп, весь этот негатив, она скорее такая единожды, она временное такое явление. Она всегда будет и всегда останется. А вот касательно вообще вот ссылаясь, то, что я закрыт, то, что меня не узнают, то, что я аноним. И разделять там какие-то, ну, агитационные, негативные характеры, такие сообщения, это, конечно, неправильно молодому человеку. Вообще неправильно молодому человеку всякий негатив, всякие неправильные вещи говорить в интернет-сфере. Потому что всё это дело визируется, и это просто, ну, так, не нужно, в общем, молодому человеку. Все мы помним, как представители оппозиции поднимают очень восторженные крики по поводу того, что, о, много пришло молодёжи на наш оппозиционный, скажем так, эвент, значит, всё не так плохо. То есть они априори уже привыкли, что ходят к ним 60-летние, априори. И любое появление молодого человека, любых радикальных взглядов, будь то Дубовский, да, будь то там кто угодно и так далее, воспринимаются с ними уже. Вот почему я думаю, что была допущена ошибка в случае с Дубовским, когда его допустили к трибуне, и пошло такое явление. А вот, скажем так, отмазки, которые от Володи потом пошли, да, ну, я, в принципе, ну, есть у человека убеждения, ради бога, да, но вот так вот демонстрировать и прочее я бы не стал. Но это вот ещё раз иллюстрация к тому, что говорит Ласи, вот молодёжь сейчас. Вообще у молодёжи я вижу очень такую дурную тенденцию. Они меняют симки, меняют логины в разных социальных сетях. Я не говорю про те вещи посерьёзнее, которыми руководит группа Цукерберга, допустим, это Фейсбук там и так далее, да. Но в той же группе Цукерберг есть ещё и Инстаграм, есть ещё и Ватсап, где абсолютно происхождение информации, как бы для многих оно скрыто. Как бы. На деле, наверное, всё отслеживается. Любое наше действие, куда бы мы ни сходим, где бы мы ни отметились. Есть такие понятия, как геолокация, динамичный IP, который можно вычислить по времени там и так далее, и так далее. Есть старая добрая методика триангуляции, которая позволит найти человека, который находился в данное время в данном месте. Вообще вопрос о визировании, да, пользователей в социальных сетях. В конце 2014 года был принят закон, чтобы западные мессенджеры, да, социальные сети разместили свои сервера на территории Российской Федерации. То есть они разместили. Если бы не разместили бы эти сервисы, они бы не работали. И получается, с конца 2014 года все эти движения и в Ватсапах, и в Фейсбуке, и в Инстаграмах всё это дело визируется. Вот. Не просто так это делается. Дима, вот. А для облегчения доступа к информации, скажем. Дима, вот в мае Владимир Путин подписал закон, как бы продолжение того, что Власий сказал, да, и, ну, с легкой руки журналистов назвали этот закон против, Владимир Путин подписал закон против анонимности в интернете, да. Но когда я посмотрел этот закон, оказывается, там как такой вот анонимности, например, на ИКТРУ люди думают, да, думают, что в Фейсбуке или в Ватсапе они тоже анонимы, да. Но речь катается именно об информационной безопасности. Ну, вы знаете, что сейчас теракты везде происходят, там, ИГИЛ взрывают и так далее. Этот закон направлен, чтобы именно не пользователи, там, вот эти, скажем, террористы не пользовали какие-то современные информационные технологии, чтобы взорвать какой-нибудь там поезд, метро и так далее, да. Это делается для того, для нашей же информационной безопасности. И не только информационной. Да. Для нашей же безопасности, не только информационной. И вот, на самом деле, мы же не анонимы в интернете. Вот Власий правильно сказал, Дима, вы сказали правильно, да, хоть пишем мы разными именами, никами и так далее, все равно мы знаем, откуда мы зашли, какой телефон у нас зарегистрирован и так далее. Как раз этот закон, он, есть такая черная сторона интернет, темный интернет, да, вот, ну, куда можно заходить, там, разные, да. Вот это все, это разбивает вот эту структуру. То есть, какие-то симки, которые непонятные откуда возникли, да, вот это все, он, закон, наоборот, их, скажем, выводит на светлую сторону. Чукур, но Китай ведь давно живет по этой модели. Китай давно живет по этой модели. И даже вот некоторые остряки говорят, что пора в России, там, Россия вводит или такую систему введет и так далее, да. Но если даже великий Китай, он такое сделал, да, то у нас в России вполне вероятно, что, и когда вот серверы иностранных компаний тоже к нам пришли, в принципе, никто не анонимен в интернете. Я вот это хочу подчеркнуть. Никто не анонимен. И, то есть, закон, он вообще нельзя так называть. Закон не против анонимности в интернете, а закон в защиту нашей безопасности. Еще вот последний закон касательно вот интернета, это пакет Яровой. То есть, что случилось? В конце, позапрошлого года стали популярны безлимитные тарифы. То есть, появился четвертый оператор у нас в городе. Власий, давай мы к пакету Яровой вернемся сразу после рекламной паузы, которая неизбежна на нашем канале, как только мы начинаем только-только разговариваться, сразу же режиссер глухо и говорит реклама. Сразу после рекламы мы поговорим еще раз, еще дальше про анонимность. И именно в год добра давайте поменьше писать какушек про ближних своих, давайте поменьше хайповать и так далее. И мы возвращаемся к Власию Вурдырину, который остановился на том моменте, что есть пакет Яровой, так называемый. И многие пользователи сотовых операторов стали жаловаться. А куда делся мой безлимитный интернет? Сейчас на рынке невозможно купить безлимитный интернет. Почему? Потому что закон хранения информации, то есть последовательность пользователей и звонков, и сообщений, все это дело хранится на сервере три года. То есть для этого и цели, и для экономии все четыре оператора, которые предоставляют нам услугу в городе Якутске, они перестали давать им безлимитный интернет. Это не только в городе Якутске, это по всей России? Да, это по всей России. По всей России. Все пять операторов. То есть идет ограничение, максимум 20 гигабайт можно вместе получить и так далее, которые вполне комфортно можно схватить любому пользователю. Нет, не хватает 20 гигабайтов точно. Не хватает. Но если ты обмениваешься крутыми такими... Я хотел подправить, я говорил, что Путин подписал закон, это даже не закон, это стратегия. То есть стратегия развития информационного общества. То есть видение на 20 лет вперед. Каким оно должно быть? Оно должно быть безопасным для нашего государства, для каждого гражданина. Чугун Николаевич, вот вы сказали, что предварительно в ходе подготовки наших программ, программ будет несколько еще раз, кульминация будет 28 июня в программе «Один из нас». Один из нас решил открыть свое лицо в интернете. Вообще есть у нас локальное такое явление, как ЕКТ.ру. Да. Вот мои друзья, которые пресс-секретарей, у нас есть группа в WhatsApp. И как только у нас появляется новость, скажем, о каком-то министерстве или о работе, хорошей работе министерства, скажем, даже здравоохранения, все начинают писать негативные комментарии. Ну, хороших бывает один, два, три, а остальные все... Я говорю, ну, может быть, не стоит туда размещать материал, потому что все равно буду говорить, буду всегда хаять, всегда будут негативные комментарии и так далее. Я даже такое предлагаю своим друзьям, коллегам, министерствам. Но действительно проблема есть, что... Не, но объективно-то аудиторию ЕКТ максимально не существует. Она почему такая негативная? Она почему такая вот пишет? Скорее всего из-за того, что они считают себя анонимами, да? Что меня никто не узнает, и я напишу, давай-ка плохое, про это какого-то дяденьку или тетеньку, да? Вот немножко ограниченные мыслью, что они за ширмошкой сидят, и никто не заметит. Вот недавно студентка наша, отделение журналистик, написала такую работу интересную, да? Я бы хотел немножко ознакомить. Она написала, что, оказывается, в нашем обществе есть фобии. На примере ЕКТ-ньюс, на комментариях ЕКТ-ньюс, она расписала вот эти фобии, да? Какие же у нас фобии, оказывается? То есть, комментарии на ЕКТ уже вызывают фобию, Чукур? Нет, вот из-за фобий, наших фобий, у нас появляются негативные комментарии. А, все понятно. Она вот это разделила, да? И получилось так, что у нас, оказывается, есть фобии, действительно, вот ксенофобия. То есть, мы боимся, ну, скажем, чуть-чуть странцев, питаем к ним какие-то негативные чувства. Вот на примере того же, вот облили краской, да? Во-вторых, есть фобия против бродячих собак. Как только бродячие собаки, мы начинаем. Есть также фобия вот про аварии, да? Как только у нас какая-то авария происходит, все начинаем это думать, спорить, защищать, ругать и так далее. Вот где-то около 7-8 фобий выявила вот наша студентка. И на примере комментариев ЕКТРУ она вот это все расписала. С фотографиями, с скриншотами. Было очень интересно. Может быть, действительно, у нас сколько фобий, что мы эти фобии выливаем в интернет-пространство? Я даже так задумался. Чакур, я скажу больше. У нас даже, наверное, есть фобия получить плохие комментарии на news.kt.ru в любом случае. Скорее появится. Ой, наверное, да, опубликуют там и так далее, и так далее. Но на самом деле, почему? Я вернусь еще раз, поскольку вы все-таки заместитель министра света. News.kt.ru, они прошли или нет регистрации как СМИ? Нет, они не проходят как средства массовой информации. А почему они светят корочками? Ну, они являются как бы информационным агентством. И несмотря на то, что они по закону о СМИ не отвечают в качестве там, а средствам массовой информации налагаются определенные обязательства. То есть они как бы СМИ, но Роскомнадзор, и они могут скричать, что не являются средствами массовой информации. То есть это на совести, скажем, редактора, на совести журналиста. Если новость написана предвзято, то это уже на совести журналиста и редактора, получается. Есть же закон еще о блогерах. То есть кем бы ни был автор любой публикации, если количество просмотров достигает 3000, то автоматически данная публикация... Ну, они тоже не подпадают под этот закон. Как-то вот между двумя законами остались. Здесь, наверное, все-таки лучше было бы, чтобы они зарегистрировались как средства массовой информации. Почему наши же пресс-службы публикуют все-таки там просмотры большие. Но вот я бы все-таки рекомендовал бы фильтрировать, хорошо фильтрировать. Кстати, вот дипломист тоже говорит, надо фильтрировать, модерировать комментарии, удалять плохие комментарии. Некоторые же просто остаются же. И все-таки отвечать и взять ответственность по закону средствам массовой информации. Я бы посоветовал. Прямо можно в эфире сказать, Антон Жандоров, доведите дело до конца и станьте уже вполне официально зарегистрированным СМИ. Мы говорим еще о следующей вещи. Есть ответственность. Поскольку мы все-таки нация как этнос, есть у нас интеллигенция и так далее, которая всегда от каких-либо взглядов страдала. Страдала при царизме, страдала при коммунизме, страдала при развитом капитализме, в котором мы сейчас находимся. В этом отношении есть понятие ответственности этноса. То есть чем больше... Закон есть закон. Нельзя говорить там экстремистские вещи никому. Многодетной матери, кому угодно. Нельзя призывать к насильственному свержению существующего строя. Нельзя призывать к депортированию опять тех же, как ты говоришь, трудовых мигрантов и тому прочее. Нельзя просто. Нельзя. Надо жить вот в этих ограниченных условиях. Надо. Не нравится? Ну можно выехать куда-нибудь в другую страну. Собрать вещи в чемоданы. А пока мы существуем в этой стране, мы должны жить по тем законам, которые в этой стране. Каковы бы они ни были. Нельзя говорить. Вот был пример студента из Красноярска, по-моему, который недавно, да, Центр противодействия экстремизма привлек. Землячка твоя, многодетная мама, которая очень резко, возможно, на эмоциях выразилась против трудовых мигрантов, да, нельзя такие вещи делать. Вот страдают от этого. Вот те же дети ее пострадают. Если что, вы матери судимости. Тот же студент. Он мог стать хорошим специалистом. Нельзя этого допускать. Нам просто, у нас нету, даже миллиона нет. Правильно. Живя в многонациональном государстве, да, мы не должны допускать вот такие... Это не только национальный вопрос касается, да? Да, да. Мы не должны допускать действительно экстремизма, потому что каждый маленький ком, он вырастает, становится большим. И процитирую Фридриха Ницше. Есть очень хорошая, подходящая под ситуацию цитата. Молодой человек окружен себе подобными людьми, которые из себя не представляют ничего, но хотели бы иметь большее значение, да? Большая часть, которых резко высказывают, это молодые люди. Они хотят укрепиться, они хотят, знаешь, признания. Понимаете? Резкого, такого моментального, да? И их мотив действия только этот, только один. То есть? Быть известным. Бегать со спущенными, пардон, трусами, это одно и то же, что говорит, давайте мы вытесним всех трудовых мигрантов за пределы республики. Неважно, какой характер содержания скажет этот человек. С крыши прыгнуть, все что угодно. Он просто хочет, знаешь, он... Выделиться. Он же молодой человек, да. Выделиться хочет. Он хочет, не знаю, там, стать личностью, ну, или начинает стать личностью, но только это и двигает. По статистике, сейчас посмотрим, по статистике, вот большая часть высказывания, ну, делает люди, которые еще не основали семью, да? Ну, нету детей, нету, ну, вы сами понимаете, да? И вот эти люди, они хотят вот известность. Только это и двигает, только это одно. Сказал Власий, который уже, будучи наделенным и отцовскими функциями, и функциями главы семьи, немножко по-другому думает. Говорить на кухне или выражать свое мнение, да, друзьям, коллегам и так далее, да, это другое. Писать на заборе, это тоже другое, да? А писать в интернете, это уже становится достоянием общественности. То есть это как средство массовой информации, интернет-то не ограничен, все видят же. Вы же на заборе... Надо отвечать так же, как вот на заборе плохое написал, его поймали. Хотя бы так надо думать. Поэтому, прежде чем писать что-то в интернете негативное, да, необходимо думать, необходимо соблюдать закон и что за этим следить. Ну, недавно в газете Сахасиря опубликовали, вот какая ответственность за это будет, да. Читайте, смотрите, на сколько лет могут вас посадить или там какой штраф будет за административное правонарушение. Вот, пожалуйста, читайте, думайте, прежде чем писать на заборе в интернете, что вы хотите. Мой коллега Алексей Васильев, который известен под псевдонимом Баслаев, да, в свое время был принудительно деанонимизирован в якутском сегменте интернета. И он говорит, ну, в принципе, да и анонимизация вот эта вот пошла только на пользу. Я обрел больше читателей, больше там, как блогер, он состоялся еще. Я к чему? Глава республики после митинга, который состоялся 9 апреля, он сказал, ну, это нормально, когда люди приходят и открыто говорят, открыто, еще раз говорю, открыто. Они приходят, показывают свое лицо, говорят, я такой-то, такой-то представляю, такой-то улус, и я говорю, что вот так жить плохо, открыто говорят. Это одно. Когда те же вещи говорят под там ником, там, Сергей или кто-нибудь типа такого, это, это, это же другое абсолютно. Он пытается скрыть, кто есть. Но он заявляет о тех же вещах, которые вот тот же пенсионер, тот же пенсионер, который пришел с открытым забралом на митинг, он куда смелее, чем тот аноним, который сидит и пишет те же самые вещи, прикрываясь каким-то абсолютно. Мы поговорим еще дальше, 28 июня, смотреть программу «Один из нас».